Всем привет дорогие рыболовы! Вы на канале Илья Гибсон. Я продолжаю серию видео про зимний фидер, так как у нас зима, уже скоро будет Новый Год. Всех с наступающим, кстати, рыболовы! Желаю вам в следующем сезоне больших уловов. Желаю, чтобы река Днепр наша восстанавливалась, все рыбные ресурсы. Ну, это всё не от нас зависит, как бы. Ну, приступим к замесу прикормки. Я буду замешивать её дома, так как она настоится хорошо. Во-первых, холод она практически не напитывается, точнее напитывается, но очень долго. Я же это сделаю за пару часов до рыбалки. Завтра собираюсь на улицу Скайной, там как бы старнушка карасик, зимует там рыба. Там такая заводь. Ну, в принципе, по Найбрю там хорошо она видела. Сейчас проверим, как сейчас. Скупился, в общем-то, в сети магазинов флагман. Сейчас покажу вам, что я взял. Это прикормка из серии Голд. Флагман Голд. Брим Колд Вотер. Вот такая вот прикормочка. Сейчас что? Конкретно можно сказать по ароматике. Сейчас проверим. Она, кстати, оснащена очень удобным зип-пакетом. Просто можете вот так вот открыть. И высыпать прикормки столько, сколько вам надо. Ух ты! Ничего себе. Она имеет чёрный цвет. Очень мелкую фракцию. Иногда раскакивает средняя фракция. И самое, что прикольное, это мой любимый ореховый аромат. Он просто прекрасно мне сработал по этой осени. Я пользовался прикормками с ореховым ароматом даже на карповых вставках. Таких, как Долинская, если вы помните это видео. Ну, в принципе, прикормки в фасовке по полкилограмма. Ну, и поэтому я высыплю сюда две пачки. Чтобы что-то у нас получится килограмм. Так, сегодня увлажнять буду чистой водой, без аром. Так как прикормка сама имеет хорошую ароматику. Это специально сделано, чтобы не лить ликвиды зимой. Она, то есть, получается такая умеренная. Чтобы рыба как бы не распугалась от сильно насыщенного аромата. Вам остаётся добавить сюда только воды. Вот такая вот прикормка. Очень чёрная. Рыбу не будет пугать. На дне не будет жёлтым пятном. Приступим к увлажнению. Ну вот всё. Замешал я корм. Сюда понадобилось мне пол-литра воды на килограмм прикормки. Так что запомните, если что, сразу спокойно лейте пол-литра воды. Вот такая консистенция у нас инертненькая. В принципе, прикормка мелко-средней фракции. Оправдывает своё, как бы, название брим. Лещ, то бишь, в переводе. Получилась инертненькая специально прям для леща. Но у нас, как бы, карась и платва. Целевая аудитория. Но у нас может гонять течение. Вот, и поэтому я сделал её такой инертненькой и купил именно серию брим. Мелко-средняя фракция. Что по ароматике? У нас бисквит и орех. Вот так вот. Никаких личных запахов, никакой сильной ароматики. И поэтому она не будет отпугивать никакую рыбу. Вот и всё. Замешали мы прикормку. В этот раз я связал вот такой вот скользящий монтаж. Вот он спокойно ходит. Ну вот, кормушка. Вертлюжок с застёжкой, с карабинчиком. Вот тут скрутка из лески основной. И на конце петелечка для привязывания лодка. В этот раз буду тестить я вертлюжки флагман. Почему я выбрал именно маркировку медиум? Потому как они имеют очень маленькое пропускное ушко. То есть, вот это ушко вертлюжка верхнее. Хочу поделиться первым впечатлением о вот таких вот вертлюгах от компании флагман с маркировкой медиум. Очень маленькое пропускное вот это ушко. И небольшой карабинчик. Это вообще будет идеально для поплавочных оснасток, для ранинг-рига, для федеристов. Ещё очень хорошая застёжка. Она как бы очень плотная. Не даёт ему развязываться, расстёгиваться во время заброса. Иногда бывают такие вертлюги некачественные, что отлетает как бы вот это. И расстёгивается карабин. И ваша кормушка улетает без оснастки. Ну, а тут оно очень плотно лежит. Как бы не даст вам во время заброса расстёгиваться. Вот так вот. Опа, застегнул. Вот такие вот вертлюги. Приехал я на улицу Скальная. Там вот мост Пребреженского. По прикормке ничего не знаете. Вот она уже такая получается набухшая. Фракция укропняется с набуханием. Расстегчивался я на переходе ракушки и чистого грунта на начале бровки. То есть там за бровкой начинается камень, бровка, песок и ракушка. Я стал на переходе ракушки и песка. Вот так вот. Первый заброс. Ну вот наконец-то первый паразик. После полтора часа рыбалки, после пяти холостых поклёвок, после двух обрывов 0,9 поводка поставил 0,12. Вот такой вот платик попался на экстра хейвик, конечно опирается, ой как он мне дал жару, на экстра хейвик. Так что зимой у нас тоже рыба активная, в принципе мы на юге живём, так что спокойно идите и ловите на зимний филер. Сегодня я ловлю экстра хейвиком кастмастер, для них 4,20. И вот попался такой карасик. Сейчас положим в садок. Ну вот и подошёл мой выезд зимой по карасю к концу. Сейчас я вам покажу, сколько мне удалось поймать. Тут три карася, плюс ещё много я спустил при вылаживании. Сейчас я вам скажу почему. Поводочная леска рвётся очень быстро, когда стирается об ракушку. Так что лучше брать на поводки флюорокарбон, нежели леску, потому как он более абразиво устойчивый. Ну вот, попались даже вот такие вот хорошие карасики. Здоровые. Для зимы отличный размер, в принципе. Ну, я думаю это не последний выезд на зимний филер. Так что всем пока, со скорой связи. Хочется ещё пару слов сказать о вертлюгах, которые я сегодня тестировал. Ну, в принципе, нагрузку они держат хорошо. Очень тугая застёжка. Ни маркерный груз, ни кромушка у меня до сегодня не вылетела. Так что я могу, в своём месте, вам сказать, что вам стоит их взять. Я считаю, что прикормка сегодня сработала отлично. Напомню, что это состав Флагман Голд Винтер, ну, Флагман Голд Колд Уотер. Брил, то есть печёвая прикормка, но отлично собрала карася. Раскрыла свою средне-мелкую фракцию. И отдала хороший ореховый, орехово-бисквитный аромат. Так что никаких нареканий по поводу прикормки нет. Не красит она руки вообще. Это то есть прикормка. Не затемняет цвет рук, цвет кожи. Так что я вам спокойно могу сказать, что вы можете её покупать и спокойно пользоваться зимой.